каждый из нас что-то строит кто-то карьеру кто-то семью кто-то и то и другое вся наша жизнь это большая стройка а наша работа за ней наблюдать в 2020 году мы вместе с вами побывали на плавучем строительном кране в семизе и укрепляли берег тестировали новую взлетно-посадочную полосу под нами сейчас земля щебень гидроизоляция целых три слоя бетона такая полоса выдержит самолеты любого уровня катались на велосипеде по новой набережной почти три километра идеальной дороги ой по фонтану еду настоящее счастье для курортников и жителей города сак спускались в коллектор глубокого заложения в симферополе главное не думать о том что здесь 12 метров вместе с вами мы побывали на самых масштабных крымских стройках и готовы подвести итоги 2020 года этот год запомнится в том числе окончанием строительства многопункционального комплекса больницы имени симашка давайте вместе с вами вспомним как выглядит одно из крупнейших медицинских учреждений россии построенных симферополе полотовом к конкретному всем современным оборудованием дефибрилляторы случае необходимости если что-то пациенту случилось это экстренно нужна помощь помощь сердце запустить и тому подобное палата укомплектована современными искусственной вентиляции легкие аппаратами все очень грамотно продумано прежде чем попасть в операционный персонал проходит несколько стадий подготовки вот здесь можно помыть руки но это еще не все вот дверь в операционную а вот это то что ее открывает локтем не касаясь чистыми руками двери вуаля врач попадает непосредственно в помещение где уже будет проводить сложнейшие операции это очень здорово все стерильно чисто и безопасно почти как в спорте в этом году рабочие ставили собственные рекорды как результат строительства объектов олимпийского значения и пока спортсмены ждут не дождутся их открытия мы вспоминаем как это было бассейн для самых маленьких 10 метров бассейн для физической подготовки на 25 метров и наконец гордость не только этого комплекса но и всего крыма спортивный бассейн на 50 метров ближайшее время несколько лет республика крым начнет уже давать спортсменов для сборной россии для участия в международных соревнований а это новый физкультурно-оздоровительный комплекс готовый на 95 процентов бокс борьба и дзюдо тяжелая атлетика именно по таким дисциплинам здесь будут воспитаны новые олимпийские чемпионы и кстати именно в залах такого уровня вполне можно проводить соревнования государственного масштаба интересно что в рамках реализации фцп в крыму предусмотрено строительство 82 новых детских садов в этом году в эксплуатацию введут 4 новых объекта общей вместимостью 930 мест мы вместе с вами оценили их комфорт и безопасность и всего таких детских садиков здесь целых два один на 250 мест и второй его брат-близнец на 260 мест соответственно строительные работы здесь велись даже с опережением графика но пандемия внесла свои коррективы процесс был приостановлен хотя сегодня рабочие взяли бодрый темп и уже в конце этого года обещают сдать оба объекта в эксплуатацию тем более что вот малыши подрастают я думаю они с удовольствием будут ходить в детские сады рядом с домом хорошая новость для родителей от строителей этот детский сад сдадут в эксплуатацию уже 25 декабря этого года и это еще не все в рамках реализации фцп в этом году завершат строительство четырех а в рамках реализации нас программы демография пяти новых детских садиков а еще 2020 запомнится нам с вами вопросом водоснабжения который именно в этом году встал для крыма особенно остро но благодаря усилиям строителей данную проблему удалось частично решить благодаря созданию новых водоводов некоторые из них сдали в эксплуатацию уже в этом году остальные как мы с вами убедились начали строить для оперативного решения вопроса были провели проводились совещания под руководством министерства строительства которые давали толчок и для быстрейшего выполнения задач по этому объекту потому что были поставлены задачи в кратчайшие сроки подать воду в город симферополь задача выполнена на наших с вами глазах сейчас происходит спаивание трубы по которой собственно и потечет в дома крымчан та самая ценная вода объект сдается в середине февраля но я так думаю что если будем идти такими темпами а мы работаем с две смены несмотря ни на погоду то мы закончим быстрее а еще именно в 2020 году отреставрировали объект культурного значения ласточкино гнездо практически завершили реконструкцию метридатских лестниц активно ремонтировали дома культуры мы вместе с вами наблюдали за тем как хорошо крым крепость керчь возводили тысячи строителей со всей российской империи более того из казны была выделена рекордная единоразовая сумма в 10 миллионов серебряных и вот спустя два века как видите крепость восстанавливают это надо оставить для наших детей для внуков для правнуков это история это история да так это грандиозно все мы в восторге ну да да хорошо лестницу штурмовали во время крымской войны бомбили во время великой отечественной и каждый раз восстанавливали заново сегодня в мирное спокойное время она просто требует полнейшей реконструкции кстати этого не происходило со времен советского союза решение все плиты везде снимаем все вычищаем обеспыливаем пропитываем пропиткой и заново укладываем потеряете две недели зато потом тысячу лет простое мы сейчас подорвали две плиты оказалось что под парапетными плитами есть пустоты подрядчик отреагировал правильно договорились что все полностью парапетные плиты он снимет и уложен заново по поручению президентов керчи более 15 объектов реализуется по федеральной садопрограмме дороги и инженерные коммуникации и и школы и садики уверены что данный объект порадует крымчан порадует жителей героя города героя керчи новым убранством и новым своим внешним видом и это только маленькая часть новых или обновленных объектов которые поместились в нашу 12-минутную программу стройка даже сейчас на наших с вами глазах идет строительство еще одного объекта в рамках реализации фцп это многоквартирный жилой дом для реабилитированных граждан в 2020 году несмотря на пандемию строители продолжали свою работу и все это для того чтобы чтобы поменьше люди болели но если уже так сложилось чтобы им оказывали профессиональную качественную медицинскую помощь для этого мы построили данный объект чтобы сохранить все это наследие историческое для наших детей и внуков чтобы дети которые придут в этот детский сад радовались чтобы их родители всегда добрым словом вспоминали строителей и пускай в нашем крыму появится больше спортсменов и больше чемпионов благодаря таким объектам для этого прилагаем все возможные усилия это наша работа работаем бывает две смены и в днем и ночью главное чтобы крыму было все нормально и был крым с водой ура